Друзья всем привет с вами Яков и сегодня у нас речь пойдет о Diablo Immortal и уже прошел первый тест это техническая альфа официально эти тесты стартовали пару часов назад и они проходили в Австралии но уже имеются записи стримов а также информация официальная информация от самих разработчиков то есть от компании Blizzard ее довольники много сама она конечно же интересная но интересно для тех кто будет играть в Diablo Immortal может быть кому-то просто будет интересно послушать в общем давайте не затягивать я приступаю для начала Diablo Immortal будет абсолютно бесплатной но так как это мобильная игра и так как это бесплатная игра там будут элементы микро транзакций но как заявляют разработчики эти транзакции практически никак не будут влиять на игровой процесс многие могут сказать что это полная чушь не дорогие друзья вы не правы я допустим играю в мобильные игры и могу вам привести пример такой игры как mortal kombat mobile да в этой игре есть микро транзакции но играть можно абсолютно комфортно и без них хоть 10 минут хоть 15 минут хоть час хоть два хоть три часа и ты не потратишь ни одной копейки вот наглядный пример ничто не мешает разработчикам это реализовать в итоге и в Diablo Immortal ну ладно с этим мы разобрались то есть за донат мы сможем приобретать какую-то внутриигровую валюту эта валюта называется вечной сферы кроме вечных сфер еще будет две дополнительные валюты внутриигровые это платина но также золото золото мы сможем обменивать наши предметы улучшать их но также совершать покупки у npc также будет такая валюта как платина а эту платину можно получать когда вы будете выполнять различные задания сезонные задания кроме того ее можно использовать при торговле на рынке а также для изготовления талисманов а еще эту платину можно покупать за вечной сферы которые напоминаю являются элементом микро транзакций так что кто захочет ускорить игровой процесс кому скажем так не сидится можете за реальные деньги получать эту платину в diablo immortal будет реализован аукцион но это будет аукцион чистый внутриигровой без возможности получать реальные деньги то есть практически такой же как был и в diablo 3 далее что можно сказать по поводу diablo immortal то на альфа тесте доступны всего четыре персонажа это варвар монах чердей и охотник на демонов безусловно в релизной версии персонажи будет больше то есть все заявленные а это и крестоносец но и безусловно некромант также заявляют разработчики что со временем они тоже будут наворачивать игру дополнительным бесплатным контентом это новые события новое подземелье а также новые классы это довольно неплохо опять-таки возможно интересно будет тем кому приятна тема лора и на этом принципе наверно . теперь что касается игрового процесса в целом безусловно в игре будет сюжетка а тут принцип развертывания сюжета будет такой же как ну в любых других играх или подобного жанра или diablo серии то есть попадаем на локасу и начинаем выполнять череду из квестов кроме того в diablo immortal разработчики подчеркнули идею из diablo 4 то есть дополнительное повествование будет проходить с помощью различных анимированных катсцен что же касается этих событий то они будут происходить спустя пять лет после завершения основной сюжетной линии diablo 2 lord of destruction ну и безусловно закончится до событий которые проходили в diablo 3 после того как мы пройдем сюжетную линию то уже будет происходить так называемый эндгейм в эндгейме мы можем фармить различные подземелья безусловно все это дело мы можем бегать как в одиночку так и в группе и когда мы будем бегать по локациям то на них мы будем встречать различных игроков можно добавлять их в группу друзья ну и бегать вместе также из игры никуда не денутся знакомые порталы которые есть сейчас в diablo 3 заходим защищаем всех убиваем получаем лут один из типов данных порталов это портала дерзаний они тоже очень схожи на порталы в diablo 3 и зависимости от того какое место мы займем в этом рейтинге порталов дерзаний мы по истечении недели будем получать соответствующую награду кроме того эти порталы мы сможем улучшать то есть делать их древними для этого нам потребуется такой ресурс который называется глифы и вот эти глифы мы сможем получать ну наверное каким-то естественным дропом возможно это будет но также мы сможем их приобретать при торговле так вот эти глифы наши порталы смогут усиливать то есть они могут добавлять нашим порталом как положительные эффекты так и отрицательные эффекты другими словами или бафы или дебафы но зато из этого усиленного портала вы сможете получать больше награды теперь что касается прокачки нашего персонажа то безусловно когда мы будем достигать максимальном уровне у нас будет прокачка сверхуровня убер уровня она же система парагона но эта система парагона будет не такая как сейчас где был 3 тут она будет немножко иной но подробно мы пока об этом говорить не будем сам факт того что прокачиваясь выше выше у нас будет открываться такое небольшое дерево талантов где мы сможем выбирать те или иные способности которые нашего персонажа будут усиливать очень порадовал меня интерфейс нашего персонажа все смотрится очень приятно не вырви глаз а самое главное видно вот наш персонаж вот наш инвентарь вот наша кипровка в diablo immortal появляется система рун и они не просто так будут сыпаться вот лишь бы упасть эти предметы будут очень сложно добываться безусловно не все руны а самое-самое редкие в игре будет всего 15 рун и с помощью рун мы сможем создавать и легендарные самоцветы и другие предметы то есть здесь они являются элементом крафта также в игру добавляются и легендарные самоцветы свойства этих самоцветов будет естественно отличаться от тех которые имеются в diablo 3 но сам факт они имеются и мы их можем инкрустировать сокеты легендарные самоцветы будут наделять нашего персонажа дополнительными способностями безусловно будут и обычные самоцветы которые будут повышать наш майн стат то есть силу ловкость интеллект еще один предмет это талисманы и вот для таких талисманов будет выделяться отдельная ячейка в нашей экипировке и вот с помощью этих талисманов мы сможем повышать уровень наших навыков при этом это повышение будет колебаться в коридоре от 1 до 5 дополнительных бонусов да пока это наверно звучит очень сумбурно но я думаю с рейтингом мы поймем как это все работает четко и досконально безусловно в игре будет крафт а в этом крафте будет принимать участие практически все что мы будем находить предметы которые нам потребуются могут тоже служить ресурсом самоцветы тоже ресурсом талисманы тоже ресурсом руны опять-таки являются ресурсом то есть все что у нас имеется с помощью этого мы можем как создавать новые предметы так уже существующие предметы усиливать улучшать а эти предметы экипировки принципе знакомые наплечники штаны бровня головной убор ботинки перчатки пояс одно кольцо второе кольцо амулет но и также два слота для вооружения то есть или два одноручных оружия или одно двуручное или оружие плюс щит ну в общем вы меня поняли и это дорогие друзья вкратце что касается diablo immortal это у нас поверхностная информация чтобы у вас было понимание что вообще сейчас происходит в игре а далее я более подробно буду останавливаться наверное на самых интересных моментах это безусловно будет интересно тем кому diablo immortal наверное интересно кому нет тому нет а пока что вы обо всем этом думаете пишите в комментариях под видео нравится не нравится чтобы захотели улучшить расширить изменить в общем все ваши мысли в комментариях я с вами прощаюсь благодарю за внимание и за просмотр не болейте ну играйте только в хорошие игры друзья если вам нравятся ролики на этом канале комментируйте советуйте друзьям ставьте лайки подписывайтесь на мой канал на youtube и вступайте в группу вконтакте я же для вас буду подготавливать все новые новые интересные видео желаю всем удачного фарма с вами был яков пока